Сурена Вартаньяна Сурена Вартаньяна Сурена Вартаньяна Сурена Вартаньяна Сурена Вартаньяна Сурена Вартанья Сурена Вартаньяна 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 и я жил и вырос. А когда женился, то построил этот дом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По рассказам наших прадедов, во время нашествия монгола-татар, чтобы избежать резни Ленгтэмура, армяне прятались в этой церкви. Монгольский хан приказал разрушить церковь. Воины хана обмотали церковь железной цепью и с помощью впряженных валов тянули цепи, чтобы разрушить ее. Но это ему не удалось, и он приказал сжечь церковь. Они обложились со всех сторон дровами и подожгли. Армяне, которые находились внутри церкви, выкопали отверстие в пещеру, о существовании которой они знали, и спустились в нее, нашли много воды, и тем самым церковь спасла людей. Ныне это церковь святого Ованеса, построенная в VI-VII веках. В нашем фильме мы постараемся представить вашему вниманию те места и пейзажи, которые до этого не снимались, и о них вообще никогда не говорили. Мы находимся около церкви святого Ованеса, и это место называется Ца-Кар-крепость, то есть камень с отверстием. В древние времена коренные жители верили в чудодейственную силу этого камня и исцелялись после того, как они проходили через отверстие этого камня. Я помню, когда был еще ребенком и часто болел, бабушка приводила меня к этому камню, и после того, как мы выполняли определенный ритуал, она убеждала нас, что мы уже излечились. Годы спустя я понял, что во времена язычества, когда не было никаких больниц и медицины, люди посещали именно такие места. Наверное, эта территория обладает чудодейственной биоэнергетикой, так как люди действительно излечивались. Ритуал Ца-Кара-крепости камня с отверстием следующий. Человек стоит на северной стороне камня и, обнимая камень с левой стороны, шепчет следующие слова. Божественный камень, забери мои болезни и грехи, дай мне здоровье. При этом он передает свою отрицательную энергию камню. После этого он должен пройти через отверстие камня в обратную сторону. Сперва, когда смотришь в отверстие камня, кажется, что оно очень маленькое и невозможно пройти. В действительности, когда спускаешься в отверстие, такое впечатление, как будто камень расширяется и человек спокойно проходит через него. Наши предки говорили, что, проходя через это отверстие, заново рождаешься. Выходя из отверстия, надо с южной стороны касаться правой половины камня и шептать следующие слова. Божественный камень, вылечи меня и дай мне силы. Этот ритуал надо повторять от трех до семи раз и идти по часовой стрелке. Древние армяне камень с отверстием считались символом материнства, а остальные камни, которые окружают ее, символизируют мужское начало, которое защищает свою мать как начало жизни. Отсюда мы направляемся к комплексу Зорацкарель. На пути к комплексу мы познакомимся с еще одним интересным местом, которое, по нашему мнению, послужило основанием для строительства Сесианской церкви. С этой позиции вы, дорогие телезрители, видите скалу, контуры которой удивительным образом напоминают внешность Сесианской церкви. Мы находимся на территории Зорацкарель, дословно перевод «камни воины». Это историческая местность, которая во всем мире принята считать как обсерваторию древней цивилизации. Но некоторые ученые считают, что здесь была крепость. По мнению многих ученых, расположение этих камней не случайно. Они направлены на определенные планеты и звезды. Здесь находится и жилище первобытного человека. Первобытные люди, естественно, рядом были леса и животные. Возникает вопрос, почему древние люди не построили свое жилище из дерева? Может быть, потому, что молнии и другие стихийные действия могли привести к серьезным повреждениям этих построек? Еще одна интересная деталь. Все жилища имеют очень длинные и узкие коридоры. Мы считаем, что, может быть, тогда существовали огромные звери и существа, которые своими лапами ловили людей внутри жилища. Поэтому коридоры строили длинными. Древние жилища были построены тогда, когда уже существовала обсерватория. Об этом говорит тот факт, что для построек крыши был использован камень с отверстием. Камень с отверстием из уже истоящих Зурадск-Харирь. Сейчас мы находимся около другого, более сохранившегося древнего жилища. Глядя на стены, приходим к выводу, что при постройке у людей не было соответствующих строительных инструментов. Значит, тогда люди обладали гораздо огромными анатомическими данными и могли голыми руками поднимать и передвигать эти огромные скалы и камни. Есть мнение, что эти люди были титанами. Они пили воду из родника, который находится в этом ущелье. Теперь мы спустимся туда и выпьем воду прямо из источника, как древние люди. И, может, это и даст нам здоровье. День 2. Мы посетим Тигранадзор, дословно, ущелье Тигров. Здесь много каменных рисунков, напоминающих тигров. По пути в Тигранадзор, который находится в горах, мы остановимся около груды камней. В этой местности нет родников, и люди, которые в древние времена занимались сельским хозяйством и скотоводством, брали воду из-под камней. Снег таял весной и наполнял каменные колодцы. Также груда камней играла роль холодильной камеры. Лед на глубине не таял, и люди хранили там еду. Тигранадзор мы обнаружили случайно, когда весной собирали грибы. Длина Тигранадзора составляет от 8 до 10 километров. И когда спускаешься по ущелью, на скалах можно увидеть многочисленные интересные рисунки. Мы впервые обнаружили это удивительное место и эти рисунки, и пришли к выводу, что один Петроглиф больше похож на существо неземного происхождения. У него большая голова, глаза, шея и ноги. В Сесианских горах много каменных рисунков, но этот в единственном экземпляре. Все эти каменные рисунки сделали и на таких гладких поверхностях, на которых не видны следы коррозии. На скалах много глубоких отверстий, которые похожи на отверстия в Зурацкарель. Возможно, была какая-то связь между ними. Поэтому желательно, чтобы сюда приезжали не только туристы, но и специалисты по археологии и по Петроглифам. Здесь мы случайно увидели медведицу с медвежонком, властелина этих гор. Но так как эти звери опасны и непредсказуемы, мы быстро сняли эту картину и покинули их территорию. День третий. Мы находимся в селе Агиту. Через село в древние времена проходил шелковый путь, здесь тогда находилась армянская кавалерия, а это памятник VII века в греко-византийском стиле, который называется Триумфальная арка. Сзади Триумфальной арки есть каменные ступеньки, по которым перед боем поднимались на трибуну командиры и патриотическими призывами обращались к войскам. Армяно-немецкая экспедиция проводит совместное археологическое исследование с 2009 года в пещере Агиту-3. Из раскопок стало ясно, что здесь жили люди 20-25 тысяч лет назад, которые по анатомическим данным очень похожи на современных людей и занимались охотой и рыболовством. Старинная иголка, найденная во время раскопок, свидетельствует о том, что древние жители шили одежду из меха и кожи животных. По мнению археологов, это первая пещера в Армении, которая относится к палеолитическому периоду. Сейчас мы находимся в урод Наванге. Эта церковь была построена в X веке. Во время заката солнца в пределах 18-19 часов мы наблюдаем одно явление, которое увидел мой сын. Когда мы находимся в маленькой часовне и смотрим в окно, которое расположено на юго-западной стене, из-за окна в церковь попадает луч солнца. А со второго окна, которое находится на северо-востоке, то есть с противоположной стороны, виден купол главной часовни с крестом. Отсюда вывод, что церковь строили не на случайном месте, и расположение окон и помещений тоже не случайно. На наружных стенах церкви очень интересные оттиски арийских символов, кресты, пирамиды, сцены соколенных охот и борьба человека с драконом. Субтитры подогнал «Симон» На пути в село Лоцень мы остановились около горячего источника урод. Лечебные свойства этого источника притягивают отдыхающих и туристов. Выезжая из Сесиана в юго-западном направлении, мы доехали до этого перекрестка, где слева дорога ведет в деревню Лоцень, а справа – село Дарпас, Лор и Арцфакар. Из Сесиана до этого перекрестка 21 километр. Отсюда мы поедем в село Лоцень и села Лоцень пойдем через лес и дойдем до перекрестка, который находится в трех километрах от Лоцена. Это расстояние мы прошли за час и двадцать минут. Отсюда одна дорога ведет в монастырь Татев, а другая дорога ведет в живописное место, которое называется Спитак, то есть Белый источник. Люди обустроили вокруг источника, чтобы уставшие отдыхали и делали шашлыки. По сравнению с городом Сесианом, в котором мало деревьев, здесь мы чувствуем большое количество кислорода. Получив огромное наслаждение от природы и лесных звуков и пейзажа, мы возвращаемся с Сесиан и по дороге заезжаем в часовню, которая была построена в 1347 году. День четвертый Этот день мы из Сесиана поедем по юго-восточному направлению и приедем в село Дарпас, где недавно была построена церковь Святого Стефаноса. Финансировали постройку церкви уроженцы этого села Арам и армян Степаняны, ныне проживающие в Москве. При выезде в село Лор мы остановились у часовни Спитак-Хач, Белый Крест, а потом зашли в церковь Святого Георгия, построенной в 1966 году. В этом селе родился великий армянский поэт 20 века Амосаян. Из села Лор поехали в село Шенатах. Там в горах находится Арцвакар, Камень Орла. Стоя у крепости и смотря на Камень Орла, становится понятно, что его создал Бог. Это огромная скала и ее высота 196 метров. По нашим данным, она самая большая на Южном Кавказе. Люди, живущие в селе, рассказывают одну реальную историю, которая случилась здесь сто лет назад. В те времена в селе Шенатах жил человек по имени Цертов. Его так прозвали потому, что он до семи лет ел грудное молоко и был физически сильным и здоровым. Однажды в этих горах Цертов встретил турка-пастуха, и они поспорили о том, что если Цертов с двумя ягнятами турка-пастуха добежит до вершины горы и его не догонит собака-пастуха, то ягнята достанутся ему. А если собака догонит его, то Цертов отдаст своих ягнят турку-пастуху. Естественно, армянин выиграл этот спор, доказывая, что армяне не только умные, но и физически здоровые, так как в горах климат суровый, жить трудно, здесь могли выживать только физически здоровые люди. Субтитры создавал DimaTorzok День пятый. Мы находимся на пути, который ведет к Сюнац-Джермахпюр. Сюнац – это Сюникские горы, Джермахпюр – горячий источник. Итак, этот целебный источник находится в горах, высота которого 2500 метров над уровнем моря. Из Сисяна – 45 километров. Сюда можно приехать на автомобиле марки «УАЗ» или «Наджипа» за полтора часа. Мы достигли нашей цели, которая находится около одного истока реки Воротан. Люди принимают теплые и грязевые ванны, которые выходят из недр земли. В этой воде содержится большое количество полезных микроэлементов. Выходя из источника, намазываем на тело грязь, принимаем солнечные ванны, потом возвращаемся в воду. И так несколько раз. О полезных качествах этой воды говорит тот факт, что около воды растет зеленая трава, и в воде живут лягушки, даже зимой. Здесь, на высоте 2500 метров, в организме наступает кислородное голодание. И если на меньших высотах у человека функционирует 40-50% кровеносных сосудов, то здесь, как защитный механизм, работают 70-75% капилляров и жизненно важные органы, а мозг и сердце получают больше кислорода. И когда мы спускаемся с гор, то чувствуем, что мы помолодели. Горячая вода с полезными газовыми пузырьками, грязь и высота способствуют укреплению здоровья человека. Этот источник называют еще источником возрождения. Здесь наблюдается положительный эффект у больных с нервным, постно-мышечным заболеванием и бесплодием у мужчин и женщин. После принятия этих ванн многие больные чувствуют себя намного лучше. День шестой. Выезжая из Сесиана по направлению монастырь Татеев недалеко от села Вагуты рядом с трассой, через пять километров мы остановились около Порта Хара камень-пупок. И на самом деле этот камень похож на человеческий пупок. В древние времена бесплодные женщины в сопровождении народного целителя приходили сюда и совершали следующий обряд. Они ложились на камень-пупок так, чтобы их пупки соприкасались и с помощью целителя делали комплекс вращательных движений. И после нескольких сеансов у большинства женщин появлялись дети. Я, как врач-гинеколог, думаю, что эта процедура играла роль гинекологического массажа или в каменном пупке есть положительное магнитное поле или вера в чудотворительный пупок и самовнушение действовало на репродуктивные функции женщин. По пути в Татев, уезжая из села Алицор, мы остановились около мощного рукотворного памятника, история которого заключается в следующем. Его называют Арснакар «Камень невесты». В древние времена здесь проходила свадебная колонна армян. На них напали турки и хотели похитить невесту. Она, пытаясь защитить свою честь, побежала на край этой пропасти и прыгнула, чтобы покончить с жизнью. Во время падения ее юбка раскрылась, играя роль парашюта и с божьей помощью она приземлилась без каких-либо повреждений. Недавно над ущельем здесь была построена самая длинная канатная дорога в мире до монастыря Татэв. Мы также побывали в Татэвском монастыре, который находится в 60 километрах от Сесиана. На это путешествие с остановками мы потратили три часа. В древние времена через эти горы проходил шелковый путь, а сейчас по этой дороге мы поедем в село Лацен. Из Татэва за два часа мы поднялись в горы и достигли этого перевала. Преодолевая этот тяжелый подъем, ты чувствуешь, что ты еще молодой, здоровый и что ты еще можешь ходить по этим серпантинам. Отсюда видны Вратанское ущелье Ухтасар, Шамское водохранилище. Мы проделали наш путь через лес в село Лацен. Во время этого похода мы увидели много следов диких животных, поэтому желательно, чтобы вас сопровождающий знал об этом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Через 6 часов после выхода из Татэва мы, отдыхая и собирая лечебные травы, преодолели 16 километров и приехали в село Лацен, получив огромное душевное облегчение. День седьмой Мы приближаемся к историческому памятнику Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как известно, в 301 году армяне впервые в мире приняли христианство как государственную религию. После этого возникла проблема с Персией и Шах Аскерт II захотел, чтобы армяне отказались от христианства. В 451 году произошла героическая Аварайская битва. Полководцем армянских войск был Вартан Мамиконян и они защищали христианскую веру. В этом бою Вартан Мамиконян был тяжело ранен и после смерти его похоронили на этом месте и на могиле построили этот памятник. Каждый год в этот день народ собирается, чтобы почтить память святого Вартана и здесь проводится обряд жертвоприношения. В течение веков мы защищали нашу независимость от врагов, чтобы наше государство состоялось и мы остались христианами. К северу от села Агиракот находится место, которое называют Аллеей Хачкаров. Эти древние камни свидетельствуют о нашей религии. Заслуживает внимания тот факт, что на камнях есть не только христианская символика, но и другие очень интересные рисунки, которые представляют большое историческое значение. Субтитры создавал DimaTorzok Мы сейчас находимся около огромной скалы, которая называется Арицакар, львиный камень. И эта скала удивительно похожа на голову льва. Эта местность находится в 10 километрах от села Агиракот и существует следующая легенда. В далеком прошлом здесь жил лев, который охранял воду, которая текла из холма. Каждую весну жители этой местности жертвовали девушкой, чтобы лев давал воду для поливки садов. Согласно легенде, однажды к льву пришла прекрасная девушка и сказала, что мать ее тяжело больна, и если лев даст жителям воду, то она вернется к нему после поливки садов. Но девушка не вернулась. Из горя сердца и голова льва превратились в камень, а прекрасная девушка каждую весну приходила и смотрела на каменное сердце льва и вспоминала его. День 8 Мы сегодня приехали в Ухтасад, который находится в 25 километрах от города Сесиана и на высоте 3200 метров над уровнем моря. Это место примечательно тем, что на скалах много петроглифов животного мира того времени. Казлы, олени, тигры, собаки, леопарды, медведи, сцены охоты и танцев, которые были сделаны много тысячелетий назад. По нашему мнению, эти петроглифы изготовлены по уникальной технологии, потому что на тех скалах, где изображены рисунки, не растет мох. Особое внимание заслуживает петроглиф с изображением женщины – талия, грудь, отдельные пальцы на руке. Фактически, во времена этой цивилизации было особое отношение к женскому полу, олицетворяющее материнство и начало жизни. Также на камнях изображены нам неизвестные морские животные. Отсюда вывод. Здесь кругом была вода после Большого потопа. Также представляет интерес петроглиф, который очень похож на Адама, Еву, запретного плода и змею. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова По дороге в Сесиан мы видим огромное количество груды непрерывных камней протяженностью 70 километров. Местные жители называют это каменной рекой. День девятый. Сегодня мы из Сесиана по этим южным направлениям в село Толорс, а оттуда в Банунис, в Танаатский монастырь. В 1974 году в Толорсе построили фотохранилище и церковь Свято-Репсиме XIX века осталась под водой. Летом, когда уровень воды водохранилищести снижается, то издалека видна верхняя часть церкви. Отсюда мы направляемся в село Банунис. Он находится в 12 километрах от Сесиана и займет около 40 минут на машине. Здесь находится также надгробие князя Урбели, который умер в XIII веке. Великий князь делал очень много для благосостояния своего народа и в его честь был построен этот великолепный памятник. Проезжая мимо Васака-Берта крепость Васака, площадь которой более 5 гектаров, мы подъезжаем к нашей цели Танадскому монастырю. Дорога длилась два часа. Танадский монастырь был построен в IV-V веках, при этом использовали красный туф. Его еще называют Красный монастырь. Около монастыря есть Вишам-Кареш, камни дракона. И по мнению ученых, на этом месте в языческие времена находилась капище богини Анаид. В этот период монастырь играл огромную роль для армянского народа, но она разрушилась во время землетрясения. В наше время сюда приезжают паломники, туристы, местные жители. День десятый. В этом живописном месте жили предки моей бабушки Астрык. Старину село называлось Каладжер, потом Жайра-Парисп, и находится в 25 километрах от города Сесиана на берегу реки Ворутан. Вот что рассказала мне моя бабушка Астрык, а ей ее мама Тамам, чьи предки были первыми жителями этого села, которые приехали из Карабаха. По рассказам прабабушки Тамам, ее единственный сын по имени Франгюль во сне увидел, что его семья в жертву приносит ягненка во дворе церкви, и в это время к ним подходят семь мальчиков, которые тоже участвуют в этом процессе. Проснувшись, сын рассказал матери о сне, и она обещала ему, что сделает жертвоприношение. Когда в кастрюле варилось мясо ягненка, к церкви подошла ясновидящая по имени Астрык. Она обнажила руку до локтя, помыла руки, и в кипящей кастрюле, где варилось мясо ягненка, движением руки сделала крест в воде. Вынимая руку из кипящей кастрюли, она сказала, что Бог принял ее жертву и ушла. В это время из соседних сел подходят семь мальчиков и первыми едят мясо ягненка. Годы спустя Рангюль женился на девушке по имени Зарухей, и у них родились семь мальчиков и девочкой, которую назвали Астрык. Это реальная и удивительная история, по-моему, каким-то образом связана с Богом. В окрестностях этого села между скалами находится место молитвы раннего христианского периода. Еще тогда люди, веря в Бога, тайно собирались здесь, чтобы помолиться. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этом фильме мы показали вам часть достопримечательностей Сесиана, но есть еще много интересных мест, которые мы попытаемся в дальнейшем представить вам. Мы думаем, что наш фильм понравился вам и вызвал интерес, поэтому мы ждем вашего визита в Сесиан, где вы получите приятное и незабываемое впечатление. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok